Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Я вас приветствую в этом видео. Название урока «Я этого ждал» действительно отображает то, что происходит сейчас с темой Вудморт, и здесь хорошие новости. То есть Вудморт – тема на WordPress для интернет-магазина WooCommerce, кто не знает, обновилась до версии 7.6. На момент записи видео последняя актуальная версия. Сейчас перед вами открыта ссылка на статью блога, где разработчики описывают, что здесь изменилось, что здесь вошло. Ссылку я оставлю в своей статье на своем сайте fedorvasilv.ru. Ссылка будет под видео на мою статью. Если будет интересно, более детально сможете перейти и ознакомиться. И прежде чем мы приступим к теме видео, я хочу вам напомнить. Если у вас нет времени или вы сомневаетесь, вы всегда сможете заказать сайт у меня, написав мне или позвонив бесплатно через мессенджеры. Телефон вы видите сейчас на экранах. То есть Telegram, WhatsApp или Viber. Звоните, пишите, давайте обсудим ваш проект. А мы возвращаемся к теме урока. Итак, они добавили две новые темы. Готовый дизайн для ваших магазинов. Они добавили возможность добавлять подарки при условии, допустим, определенных товаров или цены корзины, чтобы добавлялись автоматически товары, которые будут бесплатно отдаваться. Мы сейчас это рассмотрим. И то, что я ждал, то, что я считаю одно из самых важных, то, что должно быть в любом интернет-магазине, это возможность для пользователей, для клиентов выводить вот такую вот формочку, когда нету товара на складе, когда товар вообще отсутствует. Человек может добавить свой e-mail, подписаться на этот товар. И как только товар будет на складе, тут же придет уведомление на почту этого человека, что товар доступен. Я уже все протестировал, это все классно работает. И давайте посмотрим на моем демо-сайте с этими всеми обновлениями. Есть и другие обновления, более мелкие. С ними вы можете ознакомиться на сайте разработчика. Давайте посмотрим. И давайте посмотрим в админке моего сайта. Переходим в Woodmart, настройки темы, открываем магазин. Здесь у вас после обновления появится новый пункт. Да, кстати, при обновлении темы, если вы, важный момент, обновляете тему поверх, то есть архивом, то есть вы переходите в внешний вид, темы, нажимаете добавить новую тему, нажимаете загрузить и архив устанавливаете с обновлениями поверх вашей темы. У вас подарки не будут работать, если вы не сделаете следующее действие. Переходите в Woodmart, то есть обновили тему, потом переходите в Woodmart. Здесь переходите в плагины. И обязательно вот здесь у вас будет кнопка обновить. Woodmart Core, плагин нужно обязательно обновить. Нажмете на кнопку обновить, он отсюда у вас обновится, и после этого у вас будет все доступно. Итак, теперь мы возвращаемся в Woodmart, настройки темы, раскрываем вкладку магазин. Переводы я не качал, не обновлял, возможно уже переведено, но я не думаю, что так быстро все переводится. Вот мы видим пункт внизу, он на английском языке. Если вам нужно срочно, ну проверьте на сайте, также бесплатно это можно скачать, переводы. Как это сделать? У меня уже было видео ранее. Если там переводов нету, то через Loco Translate придется переводить самому, потому что там на фронтальной части сайта много, ну как много, там строчки нужно переводить, они у нас иначе будут все на английском языке. Я через браузер Chrome перевожу сайт, чтобы было здесь все понятно. Переходим. Сначала это нужно активировать. То есть вот, у вас это будет выключено, вы переключаете ползунок «Включить». Максимальное количество подарков в заказе можно ограничить. У меня автоматом стоит до пяти. Либо текст, либо будет перечеркнута цена. То есть это надо смотреть, как больше нравится. Расположение блока с подарками перед нашими товарами, либо после. Вот обязательно главное вот это включаем. Как мы только это включаем, нажимаем «Сохранить». Следующее нам нужно задать, от каких товаров будут даваться подарки, или от какой суммы корзины. И это у нас настраивается здесь. Переходим «Товары». Здесь вы увидите такой пункт «Free gifts», то есть это подарки. Здесь у вас ничего не будет. И здесь можно неограниченно создавать разные вариации для разных категорий, для разных артикулов, ID и так далее. Разные подарки для разных, скажем, связок товаров. Нажимаем «Добавить новый», добавляем первый подарок. Я пишу заголовок. Заголовок будет виден только вам, здесь в админке. Если вы делаете потом, подразумевается, что разные-разные связки, то лучше сразу как-то называть «Один бесплатно». Итак, первый тип правила подарки – ручной выбор или автоматические подарки. То есть получается, либо человеку надо еще предварительно, то есть он увидит подарки, нажать на кнопку. Но вдруг ему не захочется их добавлять. Ну, неинтересные подарки. Он их не добавляет. Если вы хотите, чтобы они сразу попадали в корзину, то выбирайте вот этот пункт. Здесь мы выбираем уже «Бесплатные подарки». Просто кликаем в это поле, здесь будут все ваши товары. Я давайте выберу какой-нибудь... Кстати, если это вариативный товар вы хотите подарить, придется добавлять все вариации этого товара, чтобы он появился в подарках. Вот, например, у меня медведь, и это вариативный товар. Вот они, разные цвета, и мне нужно их все добавить, чтобы он был как единый товар-подарок. Пускай будет у меня вот этот подарок. Следующее условие «Включить» или «Исключить». Если мы включаем все продукты, то есть неважно, какие продукты человек добавит и сколько количества в корзину, он в любом случае получает вот этот вот подарок. Есть ссылка «Добавить новые условия» и еще, и еще. В разные условия можно здесь добавить. Мы рассмотрим на примере одного условия, а дальше по аналогии вы разберетесь. Здесь, допустим, можем еще что выбрать. Единый индификатор продукты. Появляется поле, мы можем индификатор товара назначить. То есть, получается, если я беру товар «Тест», у меня есть товар вот с таким заголовком «Тест», то только при покупке этого товара я получаю вот этот подарок или подарки. То есть, вы же можете добавить неограниченное количество подарков, но у нас, помните, в настройках ограничение стоит до 5 подарков. И дальше стоимость цены корзины, общая сумма корзины. Сейчас позже посмотрим. Вот мы условия уже задали. Нажимаем «Опубликовать эти условия». Иду на фронтальную часть сайта, нахожу этот товар с названием «Тест» и добавляю его в корзину. Стоит он 22 рубля. Посмотреть корзину. Так, я добавил вот два других товара. Переходя в корзину, вот мои два подарка. То есть, они могут быть выше. Давайте переведем на русский. Выше основного товара, который за деньги. Или он может быть ниже. Они могут быть ниже. В настройках это у нас настраивается. Вот здесь вот. И получается, человеку надо, то есть, здесь еще поднапрячься, нажать «Добавить подарок в корзину». То есть, цена не меняется. И второй тоже добавить в корзину ему придется. Но если вы хотите, вот тут можно переключить автоматические подарки. И тогда человек увидит, перейдя в корзину, что у него все добавлено. И по крестику он может, конечно, удалить. По крайней мере, вот этот подарок может. Вот здесь почему-то крестик у меня нет. Видим здесь даже иконка «Подарок». Видим перечеркнутая цена. И цена идет только отсюда. То есть, эти подарки уже сразу в корзине находятся. Теперь, при этих же условиях, вы можете добавить дополнительные условия ниже. Общая сумма корзины минимальная и максимальная. Максимально можно оставить пустым. Допустим, я ставлю 100 рублей и нажимаю «Обновить». При условии, вот у меня товар стоит 44 рубля. То есть, я положил этот товар в корзину. Ему должны назначиться два подарка. Но они назначатся при условии, что цена будет превышать 100 рублей. Это можно посмотреть наглядно. Допустим, я поставлю вот здесь вот 3 единицы товара и нажму «Обновить корзину». Всего 4. То есть, если она превышает у меня сумма 100 рублей, то тогда, видите, автоматически подарки тут же попадают в корзину. И обратите внимание, что здесь жесткие условия. Это действует только на вот этот товар. Условия можно здесь задать разные. Думаю, что здесь понятно. Вы можете потом перейти бесплатные подарки. Временно, допустим. Отключить это. Это не будет работать. Но удалять, допустим, вам не нужно. Или включить в какой-то определенный момент. И добавить неограниченное количество таких вот связок с подарками. Я считаю, что это очень крутая штука. Теперь мы переходим к обсуждению следующей опции, которую я ждал. Находится она также в магазине «Список ожиданий». У вас будет, возможно, на английском языке. Это надо изначально включить. Вот здесь вот это включается. Также можно это сделать, чтобы это было доступно только авторизованным пользователям. Начальное состояние. Всегда открыто. Текущее состояние. То есть, если всегда открыто, то если вы используете кеширование, в любом случае здесь надо этот ползунок включить. Включить ползунок политики конфиденциальности. Важная вещь, что касаемо закона. Но ниже текст нужно здесь написать по-русски. Что вы не распространяете третьим лицам эти имейлы, которые человек будет сюда вбивать. И ссылка на политику. То есть, получается, внутренняя страница сайта. Она обычно идет вот с таким вот промо-кодом, шорт-кодом. Здесь внизу написано, какие можно термины использовать. Шорт-коды. То есть, просто на русский пишите здесь какой-то текст. Я согласен с политикой конфиденциальности, к примеру. И подготовьте страницу внутреннюю. А она у вас обычно автоматически, у WordPress идет вот с таким вот названием. Потом сохраняйте настройки. И теперь дальше, чтобы это проверить, мы с вами переходим в какой-нибудь товар. Сначала рассмотрим на примере простого товара. Цена 100 рублей. Переходим в запасы. Если, допустим, нет в наличии. То есть, товар закончился. То перейдя в карточку товара, мы увидим вот такую плашку на английском языке. Где человек сможет подписаться, чтобы ему на почту пришло уведомление, как только этот товар будет доступен. И вот ссылка на политику. И мы сейчас это с вами проверим. Я вписываю свой сюда e-mail. Нажимаю на кнопку. Я забыл наставить галочку, что мы соглашаемся с политикой. И вот теперь нам нужно подтвердить, перейти на почту это действие. И также кнопка, кстати, меняется. Покинуть список ожидания. Это значит, что уведомлений приходить не будут. Если вдруг вы передумаете. Я захожу на почту. Действительно, мне приходит письмо. Оно на английском языке. Это все надо тоже будет переводить. Или ожидать, когда переводы будут обновлены. Здесь нужно нажать на кнопку подтвердить. Что мы действительно подтверждаем. После этого действия нас перебросит этот товар. Здесь будет что-то написано. Что-то другое. И нам приходит еще одно письмо. Автоматически от сайта. Вы будете уведомлены, когда продукт вернется на склад. Теперь мы возвращаемся в товар. И ставим статус в наличии. Как только мы это делаем, мне моментально приходит письмо. Вот сейчас вы это тоже видите. И прямо отсюда человек может нажать добавить в корзину. То есть все очень круто работает. Теперь переходим в вариативный товар. Я уже проверил, это работает даже с вариативным товаром. Потому что какая-то вариация может, допустим, не быть на складе, в наличии. Здесь смотрим. Вот у нас есть вариации. Мы видим наши вариации. И, допустим, вот нижние позиции раскрываем. Вот она у нас закончилась. Мы ставим статус нет наличия. Но вот эти две позиции, этих вариаций, этого товара, они есть в наличии. И что получается? На сайте, если человек выбирает первый вариант, он есть в наличии. Здесь ничего не меняется. Он может добавить его в корзину. Второй вариант есть в наличии. Нажимаем на третий. Опа! А его нет в наличии. И эта формочка подставляется. То есть здесь тоже все очень круто. Мне очень нравится. Я очень доволен этими обновлениями. Это самое крупное обновление, на мой взгляд, на этот раз. Также из мелких добавлений, если мы перейдем к категории товаров, к категории товаров, то здесь вот есть такой ползунок. Показать товара нет в наличии в конце. В конце списка. Можно включить, если вам это интересно. Также в категории товаров в стиле категории появился новый макет отображения категорий. Это тоже новинка. Со всеми другими изменениями и обновлениями вы сможете сами ознакомиться на сайте разработчика. Ссылку я прикрепил на своем сайте. На этом я заканчиваю данное видео. Надеюсь, для вас оно было интересно и полезно. Пишите ваше мнение в комментариях под этим видео. А я с вами не прощаюсь. И мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья! Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку. Перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные. И нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта. Но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов. Отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю. Услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в теле. Кто заинтересован, стучись ко мне в теле. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в своем грузике. И espeчись ко мне в теле. Субтитры сделал DimaTorzok